Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам» В студии Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов Тема сегодняшней программы – история от первого лица Так получилось, что у нас программа началась чуть раньше, пока мы готовились И у нас возник спор, что это за история от первого лица Будем ли мы говорить о болезнях или мы поговорим вообще, в принципе, обо всех историях, которые рассказывают люди о себе Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые телезрители Вы хороший вопрос задали И я попробую его превратить в некоторую трудность, в некоторую проблему И я надеюсь, что мы из нее выберемся Тема задана И, в общем, я намеренно хочу потратить на это время Тема задана тем, что перед передачей мы говорим О чем, Алексей, мы будем говорить? Вот выходит наша новая передача Надо как-то обозначить какие-то точки Надо как-то двигаться по этим точкам, наверное Людям будет интересно, когда они будут знать, в чем тема Я настаивала, чтобы как минимум оправдать их ожидания И ответить на один из вопросов, который мы анонсировали в социальных сетях Я думаю, что к этому вопросу мы будем возвращаться Проблема мне видится здесь в том, что мы заранее обозначаем себе какой-то сегмент И вектор, я хотел сказать, движение для разговора И как будто уже не имеем права Или имеем право, Елена, на ваш взгляд, не заступать за этот сегмент То есть, если мы сказали о темах от первого лица То мы должны что-то по этому, вот это слово «долженствование» возникает Говорить что-то по этому поводу Это первый момент, да Отвечу сразу в клинюсь Я думаю, что, конечно же, мы можем отступать Потому что мы же планируем разговаривать по душам И, по сути, прожить время этой передачи так, как она пойдет Может быть, нас уведет в какую-то другую область Ну и тогда, возвращаясь к тому, о чем вы спрашиваете Да, сегодня мы хотим, и мы об этом как-то договорились Начать разговор о том, как люди сейчас о себе сообщают Это очень важная тема Буквально недавно в профессиональном сообществе у нас произошла конференция, где мы об этом говорили Я заочно передаю привет всем участникам конференции Возможно, кто-то из них смотрит Вот, и мне хотелось бы этот разговор сейчас продолжить уже не только с профессионалами Не только со специалистами, но и с вами, Елена, с телезрителями Я надеюсь, что кому-то это будет интересно Подробнее я бы сказал Вы добавьте, Елена, да Подробнее я бы сказал, что это тема об историях, которые люди повсеместно сейчас сообщают о себе в различных пространствах То есть наш любимый интернет, телевидение, все СМИ Ну, в большей степени, наверное, самые популярные передачи Я, честно говоря, сейчас не буду произносить название, боюсь переврать Но на телевидении, насколько я знаю, на первом, втором канале самые популярные передачи Как раз там, где люди о себе чего-то рассказывают Да, ну и в социальных сетях сейчас тренд, мне кажется, рассказывать о своих болезнях Или о своих преодолениях, или наоборот, о безысходности И это читают люди, то есть другим это интересно Может быть, не только о болезнях Рассказывать о себе, кто я Какого я пола, какой я национальности, какого я возраста Что со мной вообще происходит в жизни, да И это действительно настолько такой массовый эффект имеет Что очень хочется не только быть внутри, ну то есть слушающим и говорящим Ну и немножко, может быть, порассуждать, о чему мы хотим мы, люди Чего мы хотим друг другу сказать в этих сообщениях, да И да, и в этом плане наша вот текущая передача Мне видится такой площадкой, платформой, где мы можем об этом попробовать поговорить И я вот еще хотел бы что добавить Я сейчас обращаюсь к тем, кто нас смотрит Я надеюсь, что нас смотрят Но надеюсь, в каком смысле Что без вас, без ваших звонков, без вашего участия Нашей передачи не получится Она будет, наверное, одной из тех передач, где две говорящие головы Присутствуют в эфире, что-то друг другу рассказывают И соревнуются в экспертном мнении Ну, например, да Поэтому я бы хотел внутри темы оставить какую-то неопределенность О чем пойдет этот разговор наш дальше Решать не только, видимо, вам и мне, но еще и нашим телезрителям У нас прямой эфир, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к дискуссии Звоните, рассказывайте свои истории Мы открыты для диалога и готовы, наверное, к любым поворотам Ну, по крайней мере, нам так кажется Ну, может быть, вот так еще Если кто-то собирается звонить и рассказать, может быть, не столько свою историю Сколько что для вас значат те истории, которые вы сейчас слышите Вот я бы, кстати, хотел сказать Или какие истории вы сейчас рассказываете или хотите рассказать Или слушаете Или слушаете, да Может быть, вы смотрите или слушаете какой-то сериал, аудиокнигу, где рассказывается история одного человека Ну, ведь у нас сейчас самые популярные длинные проекты Теле и видео, это история История Гарри Поттера, да? Целая вселенная Один маленький мальчик, на которого смотрит вся Земля Который движется, с которым что-то происходит Почему это так важно для людей? У которого есть своя боль Я сегодня все буду возвращаться к боли, к болезни Я думаю, что у которого есть своя радость У которого вообще, кажется, жизнь кипит И я не так давно был в одном из городов Ну, относительно давно уже сейчас, год назад Да, я был в таком парке игровом Где была выстроена часть вселенной Гарри Поттера С замком, с домами и с таким удовольствием Я, мой сын, я видел окружающие люди ходят по этой территории По какому-то миру другого человека Или это хождение по своему собственному детскому миру В котором хотелось бы, чтобы творилось такое волшебство Чтобы происходили такие удивительные вещи Но сразу себе задаешь вопрос Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни такой магический мир был удивительный Хочешь ли ты, чтобы, например, все началось с того, как началось у Гарри Поттера Чтобы у тебя не было родителей, например Чтобы с ними что-то случилось в этой истории с Волан-де-Мортом Или чтобы что-то происходило с твоими друзьями То есть тут сразу возникает вопрос Интересные вещи, вы говорите, Алексей Но моя голова и мои мысли в нынешнее время Они, вот, хочу я этого или не хочу Но периодически возвращаются к коронавирусу, к самоизоляции Я не знаю, как вы Но я ловлю себя на мысли, что время от времени я тестирую себя внутри Есть ли у меня уже симптомы коронавируса Нет ли Глаз продолжает цеплять эти истории Где люди описывают, как они начали болеть Или как они болеют сейчас Тема болезни, она для меня сейчас актуальна, наверное Поэтому я все-таки нас в эту сторону тяну Но вы говорите сейчас о том Мне хочется об этом поговорить Давайте поговорим, чем для вас это важно Ну, наверное, важно тем, что Ну, скорее всего, наверное, да, я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, за жизнь своих близких То есть в этом смысле коронавирус стал символом смерти какой-то, да? Символом, что жизнь не будет прежней И жизнь в какой-то момент может как будто бы принадлежать не мне уже, а вот, ну, например, коронавирусу То есть будет зависеть от него, как он там себя поведет в моем организме и какими последствиями мне это грозит Может быть, я сейчас в привычную роль тогда свою включу Есть человека, который спрашивает больше и слушает, чем сам говорит А замечали ли вы, что вот это опасение, связанное с коронавирусом, каким-то образом, ну, изменилось что-то в вашей жизни? То есть вы что-то стали делать или не делать, может быть? Да, я стала, ну, такой немножко сленговый Я стала шарахаться от людей при встрече, с которыми давно не виделась, по которым соскучилась Но мне приходится преодолевать вот этот первый порыв, обниматься Мы обнимаемся, но это всегда какая-то такая пауза, где приходится принимать решение Готова ли я с этим человеком вступить вот в такой близкий контакт Или все-таки я предпочитаю соблюдать социальную дистанцию Как будто бы я перепроверяю, вот этот человек мне друг или знакомый, условно говоря, да? С друзьями я могу даже принять, возможно, от них заражение коронавирусом А от знакомых, наверное, я буду поосторожней Это единственное изменение? Может быть, еще что-то? Какие могут быть изменения? Подскажите, на что мне нужно, в какую сторону посмотреть? Подскажите Ну, вирители, зрители, звоните, расскажите о своих переживаниях, как вы этот период переживаете? Да, присоединяйтесь к нашему разговору Кстати, ремарку Я вот сейчас думаю Мне самому интересно Ведь я такой же, бываю, телезритель, который сидит и смотрит на людей, общающихся в студии Я просто себе задаю вопрос Что должно там происходить, чтобы я поднял трубку телефона и к ним присоединился Причем я понимаю, что мое присоединение к ним будет несправедливым, неравноправным То есть они там сидят на виду, они могут меня, может быть, выключить в любой момент У них точно больше времени в эфире, чем у меня Вот, меня не видно в этот момент Я не знаю, это мне помогает или нет Вот, но в любом случае, я думаю, что это интересный опыт И поэтому, да, поэтому ждем звонков А по поводу того, о чем вы говорите Но ведь Я спрошу тогда, наверное, по-другому Вот, когда вы говорите о коронавирусе Вы говорите, наверное, о каком-то таком элементе внешней среды И не зря вы ограничиваете контакты со внешней средой Ну, вот сейчас вы говорили, да, обнимаетесь меньше Но ведь это еще и про какие-то изменения во внутренней среде Вы не зря стали говорить, Елена О страхе, об опасениях И вот этот страх и опасения Конечно, определенные переживания есть Что они, изменили ли они что-то внутри вас? Появились какие-то другие мысли? Появились Я, наверное, часто сталкиваюсь с определенным таким чувством утраты Утраты возможностей, возможно Там, поехать куда-нибудь, пообщаться Я предполагаю, что если у меня в окружении Кто-то окажется носителем вируса, да, или болен То мне придется совсем садиться дома на самоизоляцию Я не смогу ходить на работу И мои социальные контакты еще больше будут ограничены Ну, я переживаю за себя и за других Хочете ли вам об этом рассказать? Вот сейчас вы говорите об этом Я сейчас сижу и в прямом эфире об этом рассказываю Да, и вот я говорю с... Мне тяжело рассказывать об этом Мне тяжело об этом говорить Потому что это прямой эфир? Возможно, потому что я не могу уделить много времени тому, чтобы подумать Мне надо отвечать сразу А ответы на вопросы, которые вы задаете, они сразу не приходят Или они есть, но у меня внутри есть цензор Который сейчас определяет, о чем я могу говорить публично, а о чем не стоило бы И вот если возвращаться... Ну, я думаю, в психологии есть такое понятие движения челнока В визуальной машине, когда челнок движется из одного места, где он работает с нитями, к другому Вот в психологии есть это понятие, когда мы, не теряя одну тему, движемся в другую, а потом возвращаемся к этой, да? Глядя на параллели У нас есть звонок Ну, замечательно и... да Здравствуйте 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 Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Екатерина Семенова О чем вы хотели бы рассказать, Катя, нам сегодня или задать вопрос? На период самоизоляции, которая у нас произошла из-за коронавируса, мне пришлось остаться дома вместе со своим мужем, который тоже не ходит на работу Вот, и из-за этого у нас начались проблемы в отношениях, хотя, казалось бы, все было идеально Виделись по вечерам, и все было здорово Как вы считаете, что можно сделать в этой ситуации, и можно ли вообще что-то сделать? И коронавирус здесь был виновен Катя, а вы уже сами что-то предпринимали, делали в связи с этим? Я предпринимала попытки поговорить, но они все сводятся к скандалам Там что-то, зачем ты меня сейчас отвлекаешь, отстань, что-то такое Екатерина, я тоже хочу спросить, если это возможно, если корректно об этом сказать То, что стало происходить между вами и вашим мужем, вы назвали емким словом «проблемы» В чем именно они? Как-то можно это обозначить? Сейчас мы никогда не сидели сутками, каждый день вместе, дома, в квартире, потому что мы оба работаем И виделись там по вечерам, на выходные мы могли проводить время поодиночке Но нам было комфортно, так что мы отдыхали друг от друга А сейчас мы вынуждены проводить все время вместе И у нас как-то не очень получается, как выяснилось Получают какие-то скандалы, просто по элементарным причинам Не вымыл тарелку, я начинаю психовать Либо я там что-то приготовила, то есть тоже выливается какой-то огромный скандал У меня какой романтичности, романтики, речь вообще не идет Спасибо, Катя, за вопрос Спасибо Позвонила Катя и достаточно откровенно рассказала о своей проблеме, о своих переживаниях в связи с этим Меня зацепила фраза, когда, может быть, я немножко сейчас, конечно, перефразирую Но смысл в том, что раньше было идеально, а сейчас не идеально Что можно с этим сделать? А я вот что сделаю, Елена Вы просили вас спрашивать об этом Что вы думаете об этом? Ну, как это отозвалось в вас? Во мне отозвалось сопереживанием, сочувствием Кате Мне кажется, я могу встать в ее тапки и как-то изнутри посмотреть на эту ситуацию Но у меня ощущение, что как будто бы два человека жили, работали и встречались вечерами То есть они вечером соприкасались, ну, какой-то, возможно, своей небольшой частью друг с другом А тут они оказались вместе в самоизоляции Вот, ну, целиком человек во всем своем внутреннем таком многообразии И не всегда это светлая сторона, но это и темные стороны, это какие-то негативные чувства И вот этих точек соприкосновения, они есть, но они такие, достаточно конфликтные получаются И тарелка, возможно, это, не знаю, ну, вот мытье тарелок Повод, ну, не знаю, или спрятать, или что-то прячется за тарелками Вот необходимость прояснить какие-то вопросы То есть для меня эта история, рассказанная Катей, она вот не столько буквальная По моим ощущениям, там за ней очень такая глубина большая Ну, то, о чем вы говорите, Елен Я попробую сейчас как-то не растекаясь сильно Для меня вот как Тут есть два момента Первое, мы выслушали, я выслушал Катю И это было, ну, я не знаю, 30 секунд прошло Вот того времени, пока она о себе рассказала Возможно Вот, сколько информации о событиях она смогла передать То есть я к чему клоню? К тому, что я, например, в большей степени сейчас нахожусь в фантазиях По поводу того, что у них происходит в собственных фантазиях И ведь этот ответ тогда может быть только из моих фантазий Я, конечно, могу его золотыми буквами, наверное, написать Подписаться врач-психотерапевт с многолетним стажем Это будет такое, как, ну, мнение эксперта А Алексей Зотов все крупные буквы? Да, да Но по большому счету это про фантазии Я о чем хочу сказать? Катя сказала о том, что у них не получается поговорить Когда у людей не получается поговорить Они тонут в собственных фантазиях По поводу друг друга Так же, как мы сейчас Как я в своем ответе могу кучу всего нафантазировать И если вы мне скажете, Алексей, что это вы там придумали Вы будете абсолютно правы, что я это придумал То есть единственный способ мой Поучаствовать, да Вплестись как-то в историю Екатерины Это пофантазировать Я думаю, что у них тоже очень много фантазий Друг по поводу друга И они не выясняют эти фантазии Может быть, эти фантазии чем-то важны Ну, они не проговариваются Может быть Ну, у меня сейчас фантазия Я все-таки искательна Как-то позиция Почему-то мне близка Да, как-то позиция Много тревоги внутри Много тревоги И, наверное, как женщина Я бы стала задаваться вопросом А что происходит с нашими отношениями А где наши чувства, которые вот были до этого романтичными Возможно, были бережными Заботливыми друг о друге Куда это делось? И внутри меня страх А не конец ли наших отношений? То есть вот сейчас этот конфликт Разрушение нашей идиллии, которая была Может быть, это вот такая точка невозврата После которой прежней жизни совсем не будет Ну, тогда... Как преодолеть этот страх? Как справиться с этой тревогой? С какой тревогой? А как ее преодолеть? А вдруг это действительно так? Ужас Мне кажется, у меня сердцебиение Участилось сейчас Вот насколько Вы, как Катя Насколько я, как, допустим, супруг Кати Готов шагнуть в выяснение этого момента Действительно все закончилось или нет? Мне хочется надеяться, что нет Что кризис — это не точка невозврата А точка роста Возможно, нам нужно поговорить о чем-то Может быть, нам впервые стоит откровенно поговорить о наших чувствах Может быть, о страхах Потому что вот это разделение — такое ощущение, что Семьи, вот два человека, они остались по одиночеству Но внутри у них много переживаний Которые в силу каких-то причин Они не могут принести своему супругу или супруге Мне сейчас вот что хочется сказать по этому поводу Я надеюсь, что мы сильно не утонем в этой истории Может быть, нас ждет еще какая-то следующая Или мы выберемся Я почему говорю не утонем? Потому что можно фантазировать очень долго Наверное, ассоциируя себя с супругом Кати Я думаю, что, может быть, нам наступило время действительно помолчать Или послушать звонок Или послушать звонок Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте И расскажите, с чем вы решили к нам присоединиться Меня зовут Ольга Я хочу задать вам один вопрос Он не связан никак с коронавирусом Потому что эта история, она у нас была и до того, как Ничего, да, и жить в самоизоляции Речь пойдет о моей маме Маме моей 69 лет Она, конечно, уже к этому возрасту Ну, имеет ряд болезней Различных заболеваний Мы, конечно, как семья, как дети Знаем о том, чем она болеет Но вот симптомы, которые в последнее время ее возникают Нас остораживают Она как будто бы говорит все время о том Что вот здесь у меня рак Здесь у меня опухоль Здесь у меня вот тоже что-то серьезное И когда мы проходим медицинские обследования Ничего этого страшного не находят И при этом возникает ощущение, знаете Вот как будто бы она расстроена этим Как будто бы она уверена в том, что все очень серьезно А вот врачи, ну что они так понимают Они ничего не нашли Потому что они, ну, некомпетентные врачи Она всегда с этим делится И у меня возникает время ощущение Что она что-то хочет от меня И я вот как дочь Ну, не могу понять, как мне себя вести в этой ситуации Что она хочет и что я должна ей дать Может быть, моя вина в том, что она какие-то болезни У себя ищет, не находит и расстраивает У вас предположения Предположения есть какие-то? Что она хочет получить от вас? Ну, я думаю, что, наверное, внимание Но мне кажется, она не обвелена нашим вниманием Мы как бы заботливая семья Мы всегда бываем в гостях Мы как бы окружаем ее Но вот именно ситуация с болезнью Вот это меня напрягает Я не очень могу понять, что делать Спасибо, Ольга, за вопрос Спасибо Алексей, как специалисту вам доверяю ответ Спасибо Я вот о чем думаю Сейчас думал, слушая Ольгу Я думал о том, что Ну, наверное, вот Следуя вашему ходу, Елен Предыдущему Когда вы начали сразу говорить Предыдущие истории от лица Екатерины Мне захотелось поговорить От лица этой женщины Которая, я не знаю, 69-летняя У которой рак Которая предполагает, что у нее рак То в одном месте, то в другом Да, вот если я эта женщина Я подумал, что я по каким-то причинам Хочу, чтобы вы обратили внимание На что-то внутри меня Что-то внутри меня такое важное Что-то такое болезненное Что-то такое накопилось И кажется, судя по тому, что Врачи не подтверждают, что это имеет Материальный Физиологический Носитель, да Что конкретных новообразований нету И вот Ольга Очень почувствовала это Она говорит, что Речь идет о каком-то внимании О каком не очень понимает Для самой себя Вроде бы внимание есть, забота И приходит При этом Ольга обозначила Что, ну, по крайней мере, в какой-то степени Что такое внимание У нас социальные контакты Мы ездим, общаемся Тогда уже эта форма внимания не подходит То есть это, видимо, не общение с окружением Какого внимания тогда вы хотите Мама Ольги Я подумал о какой-то истории Которая меня беспокоит О чем-то, что захватывает меня изнутри О чем-то, что, может быть, я Может быть, что-то со мной произошло Или происходит Рак – это же про смерть Это же про конец жизни Может быть, это про страх смерти Про который хочет поговорить мама Ольги Мне кажется, Елена, вы торопитесь Я тороплюсь, потому что время нашей передачи Я не в упор говорю здесь А в том, что торопитесь Если Ольга сейчас нас услышит И подумает Ага, может быть, маму надо спросить про смерть То, возможно, она ни к чему не подберется Может быть, она об этом не скажет Наверное Такая лобовая атака получается На внутреннее переживание Ну, это попытка угадать Я думаю, что мама сохраняет эту тропинку И на эту тропинку, наверное, близким ее дочери Нужно будет вступить тропинку к ее истории Что происходит внутри Какого внимания Как нужно сесть? Может ли Ольга поговорить Так вот, как сказать Такое немножко расследование Провести Поговорить о своих переживаниях Может быть, про свой страх смерти Поговорить с мамой Чтобы мама поняла Что об этом с дочерью можно говорить Может быть так А может быть, у Ольги Есть о чем спросить Про мамину жизнь Мамина жизнь Происходила 69 лет Наверняка И есть что рассказать о своем детстве О своей молодости Может быть, о юности Может быть, это те истории Которые давно не были обнаружены Давно находятся таким грузом Может быть, да Когда истории долго не рассказываются Они начинают давить на человека И некоторые люди прямо это ощущают Может быть, мама хочет внимания к своим историям, да? Ну, я об этом и пытаюсь сказать, да Вот И, конечно, ее обижает И в этом смысле Ну, мне как-то понятно, что ли Это реакция, когда родственники говорят Ну, смотри, мы же прошли Медицинские обследования Ничего нету И как мне вам сказать о том Что все равно что-то у меня внутри есть И я бы хотел привлечь ваше внимание к этому А медики разводят руками Потому что, в основном, мои коллеги Не занимаются историями, да? Может быть, у близких не хватает времени Все же хорошо Зачем ворошить старое Зачем куда-то возвращаться Алексей, время нашей программы Подходит к концу Как, на ваш взгляд, нам удалось Поговорить или зайти в эту тему История от первого лица Какой-то вот мы шажок Точку поставим И в следующий раз будем говорить о другом Многоточие, запятую Я привык к тому, что в истории попадают не сразу Мне очень хочется Вместе с вами, Елен Вместе со зрителями Это эти постепенные шаги делать Не только со зрителями С командой, которая нас сопровождает Замечательно Вот Потихоньку сформировать это пространство Наверное, тихое Тихое не в смысле слов Здесь, может быть, и кричать будут Может быть, и плакать Да, я не знаю Так бы происходит, по крайней мере, в кабинете В моем, там, где истории тоже рассказываются Вот Но я бы хотел, чтобы Мы Потому что история, это Ну, жизнь, она не живется быстро Ну, потому что, если не жить свою жизнь Тогда непонятно вообще, чем заниматься И тогда возникает, может быть, та самая пустота Пугающая Ожидание или тревога по поводу смерти Я, что уже Уже мой конец Хотя Ничего такого, что Захватило бы мою душу Сейчас не происходит Да, и я не готов К этому концу Я, возможно, я вот сейчас почувствовала Что Я с таким наскоком про этот Про смерть заговорила И про страх смерти И Ну, думаю, действительно Так вот Как будто бы мне человек начал рассказывать историю А я уже все сразу Диагноз поставила С этим все ясно Вот делайте то-то, то-то Да, вот вам транквилизаторы Да, хотелось бы этого избежать У нас есть еще минутка, Елена? Ну, минутка Минутка Даже меньше Да, пользуясь случаем Я хочу Поздравить всех своих коллег Медиков с наступающим праздником Это для меня важно И большая честь вам Сказать об этом В прямом эфире Здоровья вам Обеспеченности И средствами защиты И финансами И успехов В этой нелегкой профессии Спасибо Спасибо, Алексей За беседу За сегодняшнюю встречу Программа заканчивается В студии с вами были Елена Бубнова И врач-психотерапевт Алексей Зотов Следите за анонсами Передачи В социальных сетях Задавайте вопросы В комментариях И в следующую пятницу В это же время Мы встретимся В этой студии И готовы поговорить С вами На любые темы Давайте вместе Формировать это пространство Всего доброго Всего доброго